День культуры Я вот о чем подумал. Так сложились обстоятельства, что мы с вами пообщались до начала эфира. И вот о чем я подумал. Каково это вам, человеку очень думающему о вещах серьезных, все время быть Хазановым. То есть ведь от вас все время ждут, наверное, шуток и то, что принято называть развлекухи. Или нет такого? Я думаю, что большую часть жизни, моей жизни, именно как и было, в тот момент, когда определенная часть зрителей поняла, что лавка закрыта, товар не завозят, они пошли искать другую лавку. А я выставил на прилавок то, чего я имею. Как любили говорить в учебном заведении, которое находится рядом с тем местом, где мы с вами беседуем, где я учился, имеющий уши да услышат, говорил нам педагог, в надежде, что мы что-нибудь поймем из необходимых законов нашей актерской профессии. Ну, и я стал так считать, что, ну, кому это окажется или покажется интересным, те останутся со мной. Остальные пойдут, хотел сказать, в другую лавку по имени. А зачем? Тут прям шоппинг-центры открыты. Ну, вот я обратил внимание, прям весь день сегодня до нашей встречи отсматривал различные ваши телевизионные беседы, что последние пару лет у вас таким в разговорах с моими коллегами появился такой лейтмотив, что люди, которые стремятся к публичной профессии, ну, имея в виду актеров прежде всего, это люди, я прям процитирую вас, больные. Да, нездоровые. Нездоровые. Я подумал, это не связано с тем, что как раз последние 2-3 года вы очень активно жюрите, вы в жюри очень многих телевизионных конкурсов отсматриваете именно людей, которые, собственно, и выходят на сцену. Это с этим связано. Ведь не всегда же вы так думали, что люди, стремящиеся к публичности, это люди нездоровые. Это же у вас как-то от чего-то возникла эта мысль. Знаете, у меня такое сравнение возникло. Вот человек ворует хлеб. Так. И этот хлеб ест. Ему долгое время может в голову не приходить, что он ворует. Он обеспечивает себе питанием. Он же так может себе это объяснить. Логично. Да. В определенный момент, наевшись этого хлеба, человек говорит, слушай, а где я его беру? Он говорит, вот в магазине. А деньги? Платишь? Нет. А как? А вот вернется продавец. Я радуюсь. Это нехорошо? Да. Ну ладно. Наверное, действительно нехорошо. Так что, будешь платить деньги? Нет. А что? Перестану хлеб воровать. А что есть будешь? Мне еще надолго хватит. Разложено. Я понял. Вот есть существа, на самом деле, которые совершенно, в отличие от нас с вами, двуногих, не задумываются про деньги, не задумываются там, что хорошо, что плохо. Они живут, вот как дышат. Я имею в виду кошек. У нас есть традиция, мы зрителям предлагаем бездомных животных. Она, по-моему, очень некомфортно себя чувствует, да, боится. Да, боится. Недолго, недолго с нами пробудет. Как ее зовут? Муся. Муся. Прижать. Ладно, я постараюсь ее прижимать. Вот, спасибо. У вас, кстати, были домашние животные когда-нибудь? Я вот смотрю на эту Мусю. Да. Мусю. И вспоминаю, когда я пошел в первый класс, я в нашей коммунальной квартире услышал какие-то странные слова, которые произносила наша соседка. И я вышел, и я увидел котенка, очень похожего на эту Мусю. С белыми лапками, вот, как перчатки. Фартук белый. Но его звали Маркиз. Так моя покойная соседка по коммунальной квартире, значит, величала этого кота. И этот Маркиз, который был главным существом в квартире, в нашей коммунальной, и муж этой соседке, он очень крепко пил, очень. Будучи работником по тем временам таким солидным, он возглавлял секцию телевизоров в ГУМе. Это было по тем временам нечто. КВН-49, маленький экран с линзой. Вот продавались там эти телевизоры, и он был за следующим секцией. Я не знаю, по какой причине он очень был привязан к спиртному. Иногда был так сильно привязан, что соседка его не впускала в квартиру, и он ночевал прямо перед входом в квартиру, на лестничной клетке. Так вот он, глядя на Маркиза, говорил своей жене, «Вот я умру, мужа ты себе найдешь, а Маркизу отца никогда». И вот прошла жизнь, и вот Муся пришла, успокоилась. Кстати говоря, много-много лет назад, почти в 35, мне две очень сильные, экстрасенсорно одаренные женщины. Это в Балашихе было, нет? Да. А в Болшево. А, Болшево, да, извините, Болшево. В Болшево. Они сказали, что это особые существа. Мистические, да. А саулары, как они их называли, и что потомки сауларов, и что кошки гораздо умнее собак. Несравнимо. Но вот судя по Муся, которая затихла рядом с вами, вижу, не дура. Ну, я думаю, ее шансы возрастают просто с каждой секундой, с каждым вашим словом. Вот сейчас идет сериал «Родина» на канале России, и ваша супруга там играет одну из ролей. Ну, Жень, можно я вам поправлю? Вообще она моя дочь, потому что супруга. Ой, вот это я про Лису сказал. Ничего, ничего. Она бы очень порадовалась. Бывает у нас частенько. Бывает у нас частенько. Да, да. Да, ваша Алиса Геннадьевна, ваша дочь, играет там. Вам нравится? Ой, давайте, знаете, вот как бы, отвечая на вопрос, ничего не сказать. Так, хорошо. Тогда плавно переходим. Скажу вам честно, я под таким впечатлением американской версии, особенно первого и второго сезонов, на меня это произвело мощнейшее впечатление. Задача здесь была трудная. Я пока ничего не могу сказать. То, что я видел, я видел мало. У меня нет оснований делать какие-то выводы. Могу сказать то, что я видел, пока восторга не вызвало. Все. Хорошо. Плавно переходим к внучкам. А внучки тоже снимаются? Они не снимаются, но мне хотелось бы понять, вы как считаете, как человек с опытом и с рецептором, есть данные? Я так, насколько понимаю, они очень разные у вас. Есть потенциал? И хотите ли вы, чтобы они пошли в то, что называется? Нет, не хотите. Я очень не хочу. Почему? Я же вам... Потому что вы считаете, что люди... Я же вам сказал, что вот эта фраза по поводу нездоровья. Я хочу, чтобы мои внучки росли здоровыми. Чтобы они не испытывали никаких комплексов неполноценности. Желание внешнего признания есть какая-то, я бы сказал, сатисфакция за что-то такое, что порождает эту потребность. Компенсация дефицита любви. Любви, внимания, не знаю чего. Они, по-моему, очень... Все в порядке у них с любовью. Они в достаточно комфортном режиме. Правда, оговорюсь. Порой на самом деле происходят процессы, о которых взрослые даже не догадываются в детских душах. И взрослым кажется, что все хорошо. Но это взрослым кажется. А что на самом деле испытывает детская душа? Большой вопрос. Взрослые обязаны сделать все, что в их силах, чтобы не порождать эти комплексы. А появляются они или нет, это... Я вот о чем подумал. 15-й год, на самом деле, в нескольких аспектах он для вас юбилей. Ну, помимо того, что 1 декабря у вас просто будет юбилей. Мне объяснили недавно, что 70 лет, оказывается, не считается юбилеем. Что не случайно римские цифры, вот они указывали, когда юбилей, 25, 50 и 75. Ну, допустим, круглая дата. Да, так. Так. Вы поступили, во-первых. Правильно, да. В 75-м вы, ну, как мы говорили, рванули. Да. Кстати, в 75-м еще ведь вы переехали на Большую Экиманку, она по-другому тогда называлась. Улица Димитрова. Да, Димитров, дом 19. Да. И много лет спустя вы узнали, что вы жили в одном подъезде со своим отцом в этой ной, которого вы никогда не видели. Как вы считаете, если бы в 75-м году вот он взял бы, подошел к вам, сказал, Геннадий, я вот твой родитель, у вас бы могло бы по-другому сложиться биография отношения к жизни, если бы состоялась такая встреча, как вы считаете? Ну, как-то... Или нет, или вы... Сослагательное наклонение. Нет, ну, или вы считаете... Нет, я к чему? Вы в 30 лет уже были полностью сформированным таким человеком, и вот вы таким и остались в своих оценках, взглядах на жизнь, или... Конечно, я менялся. Конечно, я за эти 40 лет, как мне кажется, смог довольно большую работу проделать. Это одно дело. Над самим собой. А, вот А в это имеете в виду. Да, и как бы я повел себя, не знаю. Я знаю одно. Не осуждай никого. Ну, мне кажется... Попытайся понять. Поэтому эта гениальная фраза «Не суди, да не судим будешь» там большой смысл есть. Трудно это очень... Иногда характер, азарт, зодиакальные параметры толкают. Да еще учитывая, что я по-восточному календарю петух. Как тут красного ты не надел сегодня, не знаю. Ну, все-таки как-то... Трудный знак. Мы все по зернышку, по зернышку. То есть, петухи они добывают очень сложно вообще все, включая... Это мы не только про материальное говорим. Конечно. Это мы про экзистенциальное. Вот вы сказали, что «Не суди, не судим будешь». А мне кажется, что вы очень многих молодых коллег схожего с вами жанра осуждаете. Вот мы с вами опять же говорили... «Осуждаю». Ну, может быть, это не точное слово «осуждаете», но к ним вы не снисходительны. Вот так выберем такую фурнировку. Вы считаете, что им легче дается что-то? Вот мы с вами обсуждали, опять же, до начала эфира эпизоды. Вы рассказывали об этих технологиях телевизионных, когда подкладывают под выступление артистов смех. И тем самым облегчая их задачу. Нет, я сказал, не облегчать задачу. Нет? Убивают профессию. Вот тем более. Не облегчают задачу. Убивают профессию, дезориентируют массового зрителя. Это гораздо страшнее. Но я не очень понимаю, как есть же люди, опять же, мы об этом говорили, для которых это совсем бизнес. То есть те люди, которые продюсеры, те люди, которые людей, выходящих на сцену, нанимают, устраивают им гастроли. Они же заведомо не будут приглашать людей с их точки зрения бесталантных. Как получается, что привлекают в профессию людей, которые не могут смешить? Допустим, если мы говорим о... Я не про это говорю. Так. Мы как-то оказались на параллельных дорогах. Я говорю о том, что человек, лишенный возможности реально оценивать свой труд, то есть по гамбургскому счету. Вот я сейчас буду вам что-нибудь смешное рассказывать. А вы не будете смеяться. Значит, я не достиг своей цели, если бы моя цель была вас рассмешить. И я знаю, что я не достиг. Мне говорят, не обращай на этого Додолева никакого внимания. Мы вот будем его снимать. Вот видишь, он сейчас улыбается. Вот в этот момент мы его снимем. Ой, он осмеется. Видишь, вот именно это и будет показано, когда ты будешь рассказывать свою заунывную историю. И тогда я говорю, какая мне разница? Возьму сейчас цитаты Лареш-Фуко, пойду к Додолеву, буду читать, он будет умирать на смех. Скажет, у Хазанов-артист, у него Лареш-Фуко имеет успех. Я понимаю, но ведь вывод, который я делаю из того, что вы рассказали, что раньше этот хлеб был сложнее. То есть раньше... Конечно. А, все-таки, да. Гораздо сложнее и слаще. Слаще за счет того, что... Оно натуральное. А, понятно. Значит, все-таки существует... Потому что это же зависимость от технологов. Я готов рядом с любым молодым человеком встать на сцене. Даже в свои почти 70 лет. Он будет в своей системе координат, я в своей. Мне не страшно. Ну, вы знаете, сейчас ведь можно... Есть масса слов в нашем языке, которые произнесешь со сцены, они уже смешны. Нет. Это некоторые части тела. Нет. Понимаете? Поскольку мы с вами на приличном канале, то слово «опа» произносить нехорошо. Понимаете? Считается, что это дурной тон. Причем сама она есть, а говорить про нее это дурной тон. Ладно. Хорошо. Уверяю вас, сильно преувеличено представление о том, что есть перечень слов, которые просто вызывают смех. Или тогда мы ориентируемся уже совсем на уровень пятикантропа. Средний уровень в советское время, с моей точки зрения, был неоспоримо выше. Средний. Не надо легенд никаких, не надо мифов, что была совершенно другая аудитория. Все практически было то же самое. Но средние параметры, средние цифры инженерно-технической интеллигенции. Интеллигенция, которая могла переписывать мастер и Маргариту от руки. Вы понимаете, о чем мы говорим? Дворцы спорта собирали советские поэты. Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, Вознесенский. Стадионы. Ну, дворцы спорта. Ну да. Ну а сейчас, допустим, не знаю, есть такая профессия видеоблогер. Человек что-то монтирует, выкладывает в сеть. Там у него миллион просмотров. Конечно. Конечно. Тут тоже успех. Конечно, безусловно. Более того, если какую-нибудь непристойность снять и поставить туда, будет очень большое количество желающих это посмотреть. А я вам говорю о поэзии. Я вам говорю о том, что в Советском Союзе, может быть, это именно благодаря откачке воздуха, кислорода. Потребность в этом кислороде у людей их подвигала на то, чтобы где-то достать прочесть доктора Живаго или стихи Мандельштама. То есть мы приходим к выводу, что на самом деле в цензуре есть позитивный момент, что запреты вынуждают людей. Никакой Америки мы не открываем. Когда-то, я люблю очень эту цитату повторять, она принадлежит польскому драматургу Ежи Брашкевичу. И фраза эта звучит в пьесе про Лемеэля Гулливера. Фраза такая. Клетка, конечно, ограничивает, но клетка и предохраняет. Это правда. Вот эти не любят клеток, кстати, никогда заберите, она прошла, я считаю, испытание. Муся, молодец. Муся с удовольствием послушала. Но этот, я бы сказал, не мясной бред оставила просто себя. Посмотрите, сколько она ставила. Да, это она стрессировала, кстати. И несмотря на стресс, вела себя, я считаю, очень-очень-очень-очень хорошо. Помимо кошки, у нас есть еще одна традиция. Мы заканчиваем передачу игрой в правду. Значит, как это выглядит. Здесь вы из этого чудо-мешочка вынимаете фишку. И такого цвета, как фишка, уже выбираете карточку. На карточке написаны вопросы, не мои. Это французская игра. Вот вопросы по этому французскому. Значит, вот просто любую. Любую, да. Любую. Любую, любую. Да, это красная. Любую красную карточку теперь выбираем. А есть она? Ну, есть, должна быть. Вот любую красную. И что, вопрос? Там вопрос написан на карточке. Давайте я вам зачту. Изменяли ли вы когда-либо своему партнеру? Возможно, не текущему. Я уже наизусть выучил эти вопросы. Конечно, изменял. А про партнеров мы, может быть, можем понимать и бизнес-партнеры. Так тут же написано партнер. Да. Ну, тут же написано какой. Да, я... Понимаете? Вот, например, я с Додолевым партнеру во время беседы. И сейчас вы мне измените, потому что поймете на другой, на другой канал. Ну, конечно. На другой, на другой канал. А я буду нечестно отвечать. Конечно. Гениальный совершенно человек. Он умеет отвечать на любые вопросы в любом настроении. И мне кажется, что очень жаль, что Хазанова мы очень мало видим вот в таких беседах. Потому что Хазанов – это не только тот Хазанов, которого знают как юморист, а Хазанов – это философ на самом деле. И в этом качестве мы его нечасто видим. Большое вам спасибо. Спасибо, Женя. Чуть-чуть удалось посмотреть. И вам спасибо, кто не выключил. Никогда. Никакой случай. Продолжение следует...